Впервые плавательная эстафета, посвященная Дню Великой Победы, прошла в прошлом году в бассейне «Аквамед». В этот раз география проведения расширилась, как и количество участников. Задействовали все три вузовских бассейна в нашем городе. Плывут ребята. Я надеюсь, на следующий год мы, может быть, еще дальше пойдем и задействуем фоки в районах области. Может быть, поплывут и дети, школьники. И вот таким плавательным марафоном мы еще раз напомним ребятам, потому что, действительно, наше поколение много видело и знало, а этим ребятам нужно рассказывать. И больше, и символов, и знаков. И я уверен, это очень полезно и нужно. Поэтому будем работать, будем помнить. Заявленная ректором Медуниверситета цель с помощью таких мероприятий точно достижима. Даже самые юные участники с гордостью говорят о важнейшем для нашего народа празднике. Мне захотелось, чтобы смотрели на меня и просто проплыть хотелось. А вы знаете про такой праздник, День Победы? Конечно. Он будет 9 мая. А чего он посвящен, этот праздник? Знаете? Ну, к тому, что наши победили. Была Великая Отечественная война, и наши победили. Для маленькой спортсменки Ани эта эстафета стала первым взрослым стартом, но вполне осознанным. Кроме того, что все участники популяризируют такой прекрасный эстетический вид спорта, как плавание, которое дает, в принципе, занятие плаванием, дает основу для развития организма для любого вида спорта. Ну и, конечно же, в канун такой великой праздничной даты, участие в данном марафоне, эстафете победы – это вклад, вклад, дань памяти героев, наших предков, дедушек, бабушек, которые защищали нашу родину и дали нам возможность вот так жить, заниматься спортом. Впрочем, масштабные заплывы – это сегодня не столько про спорт, сколько про сохранение памяти, чтобы чтили. Это важная часть нашей истории, нашей страны, и мы не могли пропустить это мероприятие. Это победа наших предков все-таки. Они часть этой истории. Если бы ее не было, то мы не знаем, что бы сейчас было с нами. Мы должны помнить наших победителей, что это действительно был великий день, день победы. Мы должны помнить наших дедов, прадедов, всех, кто погиб на этой войне, всех, кто остался жив. Тех, кто застал страшные события сороковых, с каждым годом все меньше. Но бережно хранить память о подвиге великого народа, передавая из поколения в поколение весть о победе – наша прямая обязанность. Я внук участника Великой Отечественной войны, а сегодня здесь участвуют дети, которые являются правнуками великих людей, великой победы. Всегда я говорил, как военный человек и буду говорить, пока жива память, они живы для нас, наши герои, благодаря кому мы сегодня живем, обучаемся. И я уверен, что вот это нас объединяет, вот, это дает нам возможность двигаться дальше, и этим сильна наша Россия. В Аквамеде эстафету победы проплыли чуть больше ста человек. Примерно столько же в бассейнах «Классика» и «Радиоволна». Профессионалы, любители, преподаватели и студенты – всех объединило в этом порыве одно – память о великой победе, гордость за народ-победитель.